так что я сделала значит я сделал вот такие вязанки дров или там типа тростник вот сюда я положила солому вот так скрутила вот так вот так солому нарезала у меня конечно не получилось таких соломенных брикетов как бы сказать ну вот что-то такое вот здесь вот я положила здесь вниз у меня тоже вязанка дров вот здесь вот уложена то есть можно вот таким образом типа сделать как тростник вот может быть я сюда в угол поставлю посмотрю то есть собирайте траву веточки деревьев режьте их и заготавливайте дрова на зиму вот примерно вот так вот это смотрится теперь я грею пистолет горячий и буду приклеивать вот этих значит кору деревьев вот на эту лавочку или мостик был бывший мостик сейчас на меня какая-то тут вот постройка намечается может быть что-то еще сверху придумать но пока что-то ничего не приходит в голову вот буду вот так вот делать вот потом можно сюда например у вас есть курочки посадить можно у меня при маленькие барашки есть и кору деревьев я вот могу вот куда-то приспособить здесь можно внутри приклеить и потом я вот такие вот изображу типа здесь вот добавлю еще ландшафт вы видите я это ободрала все вот этот старый мог я весь ободрала тут еще кусочки у меня вот и значит вот еще такие вот ставлю типа скалы можно их потом раз покрасить это не проблема или вот так вот даже посмотрю сейчас буду тоже немножечко клея они встают хорошо и вот создают такой ландшафт а потом уже деревня я займусь здесь будет свежий мох а здесь я думаю засушу тую вот и уже немножко собрала надо собрать побольше я думаю что она сюда приклеится пишется хорошо посмотрю как она цвет не меняет их она не будет осыпаться посмотрю вот день-два и потом вот так и клею вот в принципе на данный момент у меня вот эта работа продолжая работу взяла пистолет вот смотрите здесь я обновлю мох так чуть-чуть я сделаю клей сюда вниз у меня пойдет много клея не надо намок и вот он у меня так практически приклеился если что вы там еще сбоку еще будет так и вот здесь вот так и вот сюда вот тоже я сделаю так внизу у меня потемнее мог будет сверху посветлее тоже также делаю несколько капель клея и вот так вот я делаю вот таким образом те места где у вас вот здесь вот еще на клею где у вас вы хотите положить клей вы это можно приклеить горячим пистолетом можно другим клеем так так вот так вот я вам показывала у меня вот эта травка я ее могу в нескольких местах тоже вот так вот как говорится сделать такая ну не лужайка но где-то вот травка еще как прошлогодняя на такая не очень свежие старенькая вот как говорится можно ее здесь вот где-то пустить и еще где-то вот так мог пустить пока да я вот закончу с этой стеной я здесь еще по краю вот так вот вот здесь вот пущу мох но это понятно я думаю так вот моя речка которую я купила вы видите я немножечко здесь все подкрасила подмазала и здесь зеленого добавила здесь коричневый немного пятнами светло темный сейчас у меня берег испачканный потому что я хочу посадить сюда камушки вот у меня есть морские но они много крупноватый и вот есть такие декоративные которые я покупала в леруа мерлен они я думаю что тоже подойдут то есть сейчас что важно чтобы вот эта пластика это не стекло это пластика не расплавилась под клеем сейчас будем пробовать так пистолет пробую на краю чуть-чуть сейчас посмотрю как будет работать сюда вот так вот как вообще будет смотреться что не приклеить и убираю в принципе но вот эти вот камушки мелкие да а вот морские у меня большие кажется они здесь да они здесь не будут смотреться совершенно буду клеить мелкие вот эти вот где-то вот приклеился где-то нет надо повторить вот здесь вот вот буду как бы частями вот такими сделаю где-то где-то особенно вот в углублениях вот так вот насыпать что приклеить что не приклеится буду убирать вот такую работу я думаю это все просто то есть смотрите где что понравилось повторяете где нет переделываем потому что снять пластмасса клей тоже можно так и хочу показать вот мост который у меня был я его перекрасила поручни они были черные пластмассовыми здесь немножко вот дорогу сделала потемнее дорожку вот эту затемнила по краям можно еще значит сделать зеленый вот здесь вот у края где-то ближе где я буду накладывать мох можно еще зеленцой попрызгать или покрасить зеленым цветом где-то ищу в каких-то местах и потом буду значит покрывать приклеивать мох кое-где вот так я работа вот эту доделаю и вы сейчас увидите вот такая у меня получилась речка с берегами вот можно камушки красить перед тем как вы приклеиваете но я хочу оставить вот их такими свеженькими так теперь мостик я вот так буду приклеивать сейчас так здесь можно освободить место лишнее чтобы не на траву приклеивать а прям вот на берег то есть лишний мок вот сюда вот я уберу еще посмотрю так вот вот выбрать место и начинаю приклеивать так вот такая травка она правда клей тут есть но я еще добавляю разогреваем старый клей и вот мне где понравится там я и буду вклеивать так и надеюсь вам видно берег у меня будет покрытый вот здесь вот я сделаю можно где-то и край прикрыть то есть буду сейчас смотреть где будет больше может где-то мог где-то и не нужен мог а будет интереснее смотреться с этой травкой вот наборе был специальный так продавался со специальным значит можно работать пинцетом вот посмотрите какой мне получился речкой мостик вот я думаю что даже здесь мог не нужен если я найду потом такой темный можно где-то добавить вот здесь вот он должен быть мелкий этот мог который у меня сейчас слишком как говорится яркий свежий здесь вот он как-то не смотрится можно еще под мостик было травку посадить это думаю что тоже скорее всего сейчас посажу еще одно пинцетом туда внутрь вот я например очень довольна результатом вот посмотрите какие красивые домики получились я наклеил вот такую травку деревья еще добавила вот и вот такая вот получилась у нас красота так видно да можно конечно подкрасить еще деревья и травку можно сверху засыпать снегом можно сделать лето можно сделать осень можно сделать например цветы какие-то там посадить я еще мне осталось здесь покрасить здесь я покрашу черепицу вот еще у меня придут деревья другие я посмотрю может быть еще другие деревья посажу и вот моя крыша вот так получилось ее надо покрасить она сначала я так сейчас я ее приклею я думаю хватит будет держаться вот моя крыша готова потом я все покрашу две крыши покажу вам результат показываю сверху вот мои крыши вот эти два домика посмотрите значит покрасила я нашу новую черепицу более темную сделала видно что крыша тоже неровная такая вот как бы черепица неровная старая затемнила ее вот но в принципе мне сейчас нравится уже гармонирует домиком лучше и наша скажем кавычках соломенная крыша я ее покрыла не желтой краской а вот тоже коричневый затемнение немножко красным то есть можно ее сделать соломенной и состарить можно сверху покрыть мухом можно травой то есть как хотите можно было оставить пасту можно сделать край черепицей а сверху значит положить мох тоже такие варианты есть существует уже здесь ничего выдумывать я не стала то есть показала вот такие вот у меня результаты так вот я заказывала деревья два вида это больше даже как кустарник можно сделать и вот такие вот деревца у меня я их как посадила на пасту у меня не получилось и я сделала их на так деревья я сделала на кусочки самозастывающей глины можно из этой глины создать еще ландшафт вот здесь вот можно убрать какие-то места которые вам не нравятся исправить ландшафт и я приклеила тут еще нитки у меня видны я приклеила камушки вот и мелкие покрупнее создала такой как бы с горный не горные вот такой вот как на скале или горах где-то это домик находится вот это пинцетом нитки можно убрать вот эти вот значит силиконовые и можете что-то еще другое сделать вот здесь вот можно еще покрасить ступеньки еще как-то интереснее сделать домик здесь я вот жду старый мох все-таки я покрою крышу мхом вот а можно еще что-то сделать то есть в вашей фантазии и осталось сделать общую композицию который вам покажу в дальнейшем как это делать итак снимаю вечером ну я думаю все будет видно значит смотрите что я сделала здесь я все-таки сорвала тую потому что кипарис засох но он мне не очень понравился в принципе деревья вот кусты здесь вы можете делать и меняя свежие и засохшие и искусственные как кому нравится здесь у меня на чердаке значит охапки соломы и вот вот такая солома скрученная так дальше так вот здесь вот я хочу я порезала соломку вот так вот таким кусочками я хочу здесь вот посыпать ее вот в этом месте только здесь здесь не все вот как бы создать видимость значит ну как бы место где живут животные так вот постелить можно больше можно меньше кому как нравится вот я думаю достаточно вот так вот вот и здесь поставить опять же здесь у меня будет стоять вот такая вот хворост такой здесь у нас можно так можно дрова здесь оставить можно поменять их местами вот еще вязанка дров вот сюда вот здесь вот будет вылезать отсюда так и у меня есть животные значит вот у меня осел и корова значит вот корову можно вот отсюда вот посадить например осла можно посадить вот в угол например здесь так у меня есть вот вот не знаю что тут можно предположить что это кошка такая можно и вот сюда наверх посадить так а можно где-то и вот сюда посадить как бы ну вроде если выключена печь это понятно или включена там значит что-то будет другое так есть вот такие вот горшки которые сама делала конечно страшненькие ну вот можно один вот сюда поставить другой вот где-то можно поставить например вот и сюда можно поставить вот один или наоборот сюда вот повыше вот в уголочек сейчас поставлю один на печку другой вот сюда приспособить вот еще что можно здесь так проверяю как все видно вот это я думаю все видно значит вот продаются вот такие вот фонарики я заказывала значит вот такой фонарик показываю так поставлю чтобы было видно и он так там батарейки вот он таким горит красным светом можно другой какой-то сделать вот я посмотрю в принципе его можно спрятать вот там за домиком вот так вот поставить вот сюда например или где-то можно подвесить вот он его можно и подвесить или поставить вот это уже просто я пока вот репетицию скажем сделала и например у меня здесь святое семейство располагаю вот 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 так вот вот можно солом можно убрать с этого места солом и значит колыбелька младенца Иисуса здесь так делается пока еще не наступило рождество колыбельку прячут так сейчас я поправлю камеру и так снимаю вечером ну я думаю все будет видно значит смотрите что я сделала здесь я все-таки сорвала тую потому что кипарис засох но он мне не очень понравился в принципе деревья вот кусты здесь вы можете делать и меняя свежие и засохшие и искусственные как кому нравится здесь у меня на чердаке значит охапки соломы и вот вот такая солома скрученная так дальше так вот здесь вот я хочу я порезала соломку вот так вот таким кусочками я хочу посыпать ее вот в этом месте только здесь здесь не все вот как бы создать видимость значит ну как бы место где живут животные так вот постелить можно больше можно меньше кому как нравится вот я думаю достаточно вот так вот вот и здесь поставить опять же здесь у меня будет стоять вот такая вот хворост такой здесь у нас можно так можно дрова здесь оставить можно поменять их местами вот еще вязанка дров вот сюда вот будет вылезать отсюда Так, и у меня есть животные. Значит, вот у меня осёл и коровы. Значит, вот корову можно вот отсюда вот посадить, например. Осла можно посадить вот в угол, например, здесь. Так, у меня есть вот, не знаю, что тут. Можно предположить, что это кошка такая. Можно её вот сюда наверх посадить, так. А можно где-то и вот сюда посадить, как бы. Ну, вроде, если выключена печь, это понятно. Если включена, там, значит, что-то будет другое. Так, есть вот такие вот горшки, которые я сама делала. Конечно, страшненькие. Ну, вот можно один вот сюда поставить. Другой вот где-то можно поставить, например, вот и сюда можно поставить. Вот один или наоборот сюда вот повыше. Вот в уголочек сейчас поставлю. Один на печку, другой вот сюда приспособить. Вот. Ещё что можно здесь так проверяю, как всё видно. Вот. Это, я думаю, всё видно. Значит, вот продаются вот такие вот фонарики. Я заказывала. Значит, вот такой фонарик. Так. Показываю. Так поставлю, чтобы вам было видно. И он, так, там батарейки, вот он таким горит красным светом. Можно другую какую-то сделать. Вот я посмотрю. В принципе, его можно спрятать вот там за домиком. Вот так вот поставить вот сюда, например. Или где-то можно подвесить. Вот его можно и подвесить. Или поставить. Вот. Это уже просто я пока вот репетицию, скажем, сделала. И, например, у меня здесь святое семейство располагаю. Вот. Вот так вот. Можно солом, можно убрать с этого места солом. И, значит, колыбелька, младенца Иисуса, здесь так делается. Пока еще не наступило рождество, колыбельку прячут. Так, сейчас я поправлю камеру. Так, поправила камеру. Колыбелька ставится, когда рождество уже есть, тогда ставится. Что еще у меня есть? Вот разные тут-то речки, барашки, которые могут и сюда вот залезть. Как говорится, и здесь сидеть. Так вот, вот такой вот еще есть лежачий. Они внизу могут быть, это уж куда хотите. Вот, например, вот такой козел тут есть, который не стоит. Да, но для него надо, наверное, особые условия. Мы его в другом месте поставим. И вот такие вот. Кто-то травку тут жует, кто-то еще где-то. Вот как-то можно оставить двоих-троих, а остальное стадо, например, расположить где-то в другом месте. Вот. То есть, Это зависит от вашей фантазии, от вашей, значит, вот, от вашей композиции. Ну, в принципе, вот это, в общем-то, получается. Так, выключается, вот включается. Горит не очень сильно, но видно, что горит. Вот это база, как скажем. Если еще какие-то там животные есть маленькие, домашние, то можно еще включить сюда собачку. У меня собачки нет. Горочку, петушка и так далее. Вот. Теперь покажу вам другое. Итак, я показываю, как я сделаю композицию. У меня небольшое будет пространство. То есть, на одной из тумбочек я сделаю, как бы, такой узкий, узкая там столешница. Вот, смотрите. Вот, я взяла два больших куска картона. Так, вот картон. Тут даже два картона. Еще картину одну примастила. Обклеила вот такой специальной картой для докупажа. Вы можете взять любую, любую бумагу, раскрасить. Как вы хотите, вы можете сделать. Здесь вот темное небо можно сделать. Можно сделать со звездами. Я сделала просто снежинки, вот, которые для окна делаются. Потом у меня будут огоньки, конечно. Но, в общем-то, в большинстве у нас делают ночь. Хотя, есть при зепи, когда, где меняются, значит, начинается день, ночь, потом утро, значит, вечер. Все это показывается. Итак, вот такая простая конструкция из картона. Вот так вот я хочу сделать. Тут возвышенность такая, типа, у меня тут такие скалы. Часть бумаги, вот, я, значит, обрезала сзади. И вот так вот я сейчас комбинирую. Вот такой ландшафт. Как бы скалы горные немножко. Ну, не горные, но вот такие вот скалы здесь будут. Закрепить это можно хоть на скотч, хоть на клей, хоть на двойной скотч, как хотите. Что еще можно сделать? Например, вот я решила на картон поспособить. Можно использовать камни, например, создавать какие-то скалы, какой-то скальный лошафт. Можно использовать кору деревьев. Я вот буду использовать, которые имитируют у меня, будут имитировать там горы, скалы, там, ну, что-то вы еще хотите. Вот. И можно еще какой-то другой материал, даже ту же бумагу, папье-маше и так далее. Итак, сейчас я сделаю вот эту композицию и продолжу показывать вам дальше. Итак, продолжаю. Вот я закрепила здесь все на двойной скотч. Вот тут вот. Смотрите, ну, по необходимости сделайте такие вот морщинки, сделала типа горы. Здесь внизу я могу завуалировать и корягами. Могу вот камни как-то здесь вот, значит, такую композицию сделать. Из, типа, камни, скалы, что хотите. Может быть, какие-то еще другие пристройки. Здесь вот можно еще такую кору и потоньше сделать. И у меня вот здесь вот, значит, будут, вот здесь вот пониже вот этот домик. Так, вот. Можно, в принципе, здесь еще прикрыть чем-то. Можно и так оставить. Это уже как хотите. Вот. И здесь вот такой домик вроде они как на разной высоте. Сделайте так, как вам нравится больше. Можно так, можно в ширину, можно вот так в длину. Ну, здесь можно, вот, например, здесь камни, или вот так вот. Здесь тоже можно посыпать камнями вот этими маленькими. Можно еще поставить деревца такие же вот маленькие. Здесь вот сделать травку можно. Или мох, например. Вот у меня, правда, нет слишком. Там такой у меня крупноватый мох. Ну, вот, в горах я вот могу, например, где-то здесь вот делать мох на дереве внизу. Вот здесь вот очень интересно получится такими кусочками распределять. Вот. И очень живописно. Вот такая кора мне понравилась с платана. Я буду еще ее искать. И вот ставлю, может быть, здесь какие-то элементы этой коры. Так, вот. Этот кусок. Понятно, как делать. Примерно вы поняли, как это будет теперь. Значит. Так. Вот на самый край. Я ставлю вот у меня святое семейство. Так, показываем. Вот, смотрите. Такая вот пока композиция идет. Дальше. У меня еще есть речка. Ну, конечно, она занимает много места. Здесь вот нужно будет мне ее как-то писать. Так. Речка. Смотря откуда. Я думаю, что вот она отсюда будет из гор выходить. И как бы здесь вот теряться будет, расплываться. И можно здесь продолжить, можно и не продолжать. В принципе. Так. Ну, камушек я вот сюда положу. Так. Вам видно. Вот речка. Так. Дальше. Здесь впереди у меня есть вот разные герои. Сейчас я вам покажу. Так. Есть главные герои, есть второстепенные. Вот смотрите. Кто у нас главный герой? Это маги, которые идут, значит, вручать подарки. И вот так. У меня вот. Они по-разному. Есть в разных видах. Так. Я посмотрю сейчас. Вот. Или такой вот поставить. Вот они, мне кажется. Потому что из разных серий. Вот. В принципе. Их можно расположить. Потому что. Может быть придет вот этот маг впереди. Вот он на колено опустился перед Иисусом. Вот. Но мы их пока еще. Рождество далеко. Мы их вот так вот поставим. Так. Вот они еще. Вот здесь вот они еще в дороге. Вот здесь. Можно как-то еще расположить живописней. Так. Второстепенных у меня геров не так много. Но вот есть селянка, женщина с фонарем, например. Пошла смотреть. Не знаю, что там произошло. Там или еще куда-то. Я могу и сюда поставить. Вот если она ставила бы на мосту. Можно и на... Вот так. Не стоит. Мост у нас немножко. Но если ее приклеить, конечно, вот сюда вот. Она может и на мосту стоять у меня. Как бы впереди, на переднем плане. Потому что она большая, довольно-таки крупная фигурка. Так. Вот так вот. Вот здесь мы ее поставим. И у меня есть пастух. Вот он, пастух. Можно, конечно, его и вот сюда поставить. Вот. Как бы он... Можно его и сбоку поставить. Но пока вот просто, как говорится, смотрим, что можно сделать. Вот тут можно у нас пустое место расположить стадо, например. Вот стадо здесь вот. Вот овечка. Большая, правда, но ничего. То есть вот если большие какие-то фигурки, можно даже убрать вот так вот. Чтоб они не загораживали нам главную сцену. Даже вот здесь вот если что, пусть сидит. Вот здесь селянка будет у нас. Она можно на мосту потом и переделать. И у меня вот такие вот есть елочки. Вот есть поменьше, есть побольше. Крупные мы можем поставить, например, вот около моста, вот одну елочку. Вот сюда вот. Где-то вот здесь вот еще вот так вот поставить. Вот сюда вот, например. А вот здесь вот такие вот у меня елочки-какустики. Можно их тоже расположить. Где-то что-то спрятать. Значит, белые внизу обязательно мне нужно покрасить. Я две покрасила вот эти елочки. Значит, такой темный. И вот такие небольшие елочки. Можно их на задний план. Вот такие вот поменьше. Можно где-то поставить. Даже вот сюда вот можно их приспособить. Потом, конечно, все это нужно на что-то закрепить. Вот это вот такой кустарник. Так, вот еще у меня ослик. Можно потом это стадо как-то убрать по-другому. Так. Вот сюда можно елочку. Все, конечно, закрепляем. Не стоит ничего. Ну, вот так вот как-то сделаем. Так. Вот это еще кору можно как-то сделать. Вот тут вот так вот приспособить. Немного мха. Так. Вот здесь вот у меня елка будет повыше. Вот сюда немного мха положить, например. Так. Здесь у нас мост можно еще развернуть. И вот что-то такое сделать. Вот у меня здесь вот олень, например, может в горах стоять. Так, сейчас покажу. Вот у меня здесь олень. И другие веточки. Можно еще, я вот могу еще тую здесь приспособить. Даже какие-то вот такие вот коряшки можно. Но это очень большая. Вот. Можно еще вот такую небольшую. И сюда сделать темпоимпровизированное дерево. Тоже из туи, кипариса там или еще каких-то. Значит, можно сделать даже искусственные елочки, веточки. Елочки сделать, в какую-то большую сосну или еще что-то. Ну, в принципе, вот пока так. Потому что, ну, что есть. Можно еще там покупать что-то другие, заказывать детали. Ну, сейчас я покажу примерно, конечно, как это выглядит. Так. Там еще у меня фигуры остались. Но это фигуры магов. Так, вот смотрите. Вот эти домики. Так, да, еще забыла. Еще у меня один дом побольше. Извиняюсь. Побольше вот этот дом. В принципе, я могу его и сюда приспособить. Могу ниже опустить. Могу вот сюда куда-то поставить. Ну, давайте пока вот так вот его приспособлю. Забыл я про него. Вот здесь вот олень где-то вот тоже будет вот здесь вот, может быть. Так, елочку тоже можно потом поставить. Где-то там в горах она стоит. Она маленькая, ее почти не видно. Можно еще поработать. Вот с этим краем я потом расширю его. И будет совсем хорошо. Вот такой поселок у нас в горах. Деревенька такая. И вот здесь вот у нас. Значит, разные герои. И вот так вот. Так. Сейчас перенесу. И вот покажу. Вот такая у нас картина. Наши призепи. Что еще будет дальше? Здесь я поставлю огоньки. И все это будет светиться. Внизу будет светиться. А, значит, вот это у нас импровизированное такое небо. Снежинка. Но это не небо, а как бы, ну, сзади идет снег. И можно еще, значит, сделать еще одну вещь. Можно все это посыпать снегом. Здесь, конечно, на мосту надо добавить мох. Тоже это будет интересно. Так. Вот такой снежный спрей. Год не пользовался. Посмотрим, что сейчас будет. Вот, смотрите. Вот немножечко я, как бы, забелила. Вот чуть-чуть можно внизу. Ну, и здесь, конечно, еще на дом добавлю мох. Вот так вот. Ой, то есть снег. Иний такой. На деревья. На мох. Вот здесь вот, вот здесь немножко. Здесь можно чуть-чуть вот так вот набросать. Так вот. Убрать немножечко здесь вот. Так. И, конечно, где-то вот тут вот еще убрать всех героев и немножечко создать, как бы, вот такой вот интересный зимний пейзаж такой интересный. Вот. Пришла зима. Сначала идет у нас католическое Рождество, потом идет Новый год, потом у нас Православное Рождество и праздники практически, старый Новый год и праздники заканчиваются. Вот. Спасибо всем за внимание. Пишите ваши вопросы, предлагайте ваши идеи. Будет интересно. Обмениваться можно, общаться. пишите в личку и в ВКонтактах, и в Фейсбуке. Я везде есть, и все будет. Я думаю, что нам очень интересно. Так вот еще добавлю снега, и у меня практически все готово. До свидания. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok